Привет! Я Саня, вы на канале Айру и это наконец-то АСВ28. Сегодня мы на нем, надеюсь, летанем, несмотря на супер адскую погоду. Холодно, просто капец, 2 градуса тепла, туман, обледенение. Ну, короче, блин, посмотрим, как это полетит. Еще и ветер. Ветер очень сильный, туман пробить, наверное, не получится, потому что дальше, по прогнозу, там на всех слоях есть облачность. Но мы, конечно, посмотрим, как эта штука летает. И я надеюсь, приедет Коля, который еще летанет на квадрике, и мы получим еще прикольные кадры снаружи этого самолета. Вы знаете, как давно я хотел этот самолет. Просто вот все время, сколько я летаю на планерах, я хочу этот самолет, и не было возможности его купить. То там не отправляли, то не было как бы в наличии. Короче, теперь у меня появился новый партнер, компания Miss China. Эта компания доставляет посылки из Китая в Украину и Казахстан. И они говорят, выбирай, что хочешь. На Taobao, Tmall, 1688. Это китайские сайты для продажи товаров внутри Китая. Ну, типа площадки для магазинов, которые торгуют именно непосредственно внутри Китая. И прелесть этого в том, что вы можете не только купить ASV-28, вы можете вообще всякую дичь купить, которой нету там на Алиэкспресс, там нету на вот всяких других площадках. То есть вы можете покупать напрямую с китайских магазинов, не выходя из дома без SMS-регистрации. Ладно, с SMS-регистрацией. Но сложностей как бы особых нету. И много всякой вообще немыслимой дичи. И много каких-то там интересных, много старых моделей, которых вот просто вообще нигде нет. Вы можете купить. Например, этот ASV-28 идет с мотором на 850 оборотов на вольт. Новые идут уже кругом с моторами на 1050, кажется, оборотов. И они не очень хорошо с 4-х баночными аккумуляторами дружат. Здесь же у нас 4-х баночный аккумулятор будет стоять. Регулятор, он тоже как бы на три банки рассчитан. Но вроде как не сгорает. Я так погазовал вчера в квартире. Ну, вроде нормально, держит. Кстати, работает доставка достаточно просто. Вы заказываете товар на склад компании, который находится в Китае. Любой, в принципе, вообще с любого магазина в Китае. Там можно аккумулировать товары с разных сайтов, с разных площадок. И потом одной посылкой себе отправить. Вы платите, можете отправить там по воздуху, можете ЖД отправить. Например, этот самолет стоит 130 долларов, 135 долларов. И его, да, вот в такой вот PNP комплектации, как у меня. То есть мотор, регулятор, установленный сервопривод. И, кстати, самолет уже собран практически вообще на 99%. Буквально только прикрутить некоторые штуки отверткой надо. И стоит 135 долларов, а доставка вышла, ну, мне воздухом экстренно быстро дошла, вышла там около 80 долларов. Но можно поездом чуть дольше и дешевле, намного дешевле выйдет около 40 долларов. И для тех, кто будет оформлять доставку, еще будет в описании, помимо ссылок на сервисы и все. Вот это вот, вы можете сами поклацать. Оставлю ссылочку и на этот самолет. И еще там интересные, блин, есть очень прикольные. Здесь композитные даже модели там можно купить. Будет еще промокод AERU. Можете добавить, получить дополнительно 3 доллара скидки. Ну, мелочь, а приятно. Я немного вам уже рассказал о самолете. Это PNP-версия. И я практически ничего не дорабатывал. Маленький нюанс с колесом. Мне пришлось вытащить колесо. Это версия V2, которая идет уже с колесом. И колесо мешает установить аккумулятор. Дело в том, что этот самолет рассчитан на взлетный вес где-то 1200 граммов. То есть здесь должен стоять один аккумулятор на 3 банки. Буквально там на 1800 миллиампер. И он должен стоять вот здесь вот впереди. Красивая такая площадка с копийным таким чувачком. И это, кстати, копийный самолет. Это есть такой производитель планеров Шляхер. И они делают модели SV-28. Кстати, на Шляхере летает Игорь Волков. Обожаю его. Если вы не смотрите его YouTube-канал, я даже не знаю, что вы делаете. Канал называется Мечта летать. Найдете. Не забуду, оставлю ссылочку. Просто душевно. Человек горит небом, горит планерами. И очень много полезной информации. Я туда черпаю. И он так же немножко летает на FTV-моделях. Поэтому вообще интересный товарищ. Никакая не реклама, не продался. Ладно, продался. Пишите, что угодно там. То есть нам пришлось вытащить колесо. Заклеил я армированным скотчем вот здесь вот отверстие под колесо. Там пенопластовый такой кожух. Вы его вытаскиваете. И у нас, получается, есть место для установки. Кстати, очень осторожно. Открывайте. Ломается вот эта штука. Это жалко, конечно. Но нужно сразу проклеить скотчем для того, чтобы придать дополнительной прочности. Вот здесь вот хотя бы вокруг вот этих защёлок. Есть проблема. Многие жалуются. И я вот тоже сразу же практически сломал. Итак, внутри у меня здесь 411 VSE. Я подключил закрылки. Я подключил элероны. Вот так вот здесь аккумулятор. Он притянут просто стяжкой. Стяжка цепляется за ось колеса. Ось колеса я оставил. Уже не буду вытаскивать. Показывать, как внутри. Потому что, блин, всё держится на честном слове. Очень удобно продевать все провода туда. Вот камера у меня курсовая. И ещё я прикрепил писалку для баланса тоже. Камера курсовая у меня фоксер. И писалка, ну, рангам 2, 4К. Перед датчик. Не смотрите, что я его так колхозно сюда приколхозил. Да, выглядит ужасно. Но я проверяю до сих пор концепцию с установкой антенн внизу. Вроде как окей. Это у меня 800 милливаттный е-чайновский передатчик. И ТБС антенна. Спасибо, Вова, за подгон. Вот, кстати, так нехитро здесь проводка у меня от камеры. И вот такое крепление. Это просто карбоновый маунт. Который прикручен к камере. Намазано клеем всё. Любимым B7000. И приклеено всё вообще супер. Дополнительно ещё на скотче. Ну, то есть скотч первоначально держал. Сейчас уже держит клей. Пишущая камера на двустороннем скотче. И ещё дополнительно, конечно же, закреплю скотчем. Есть нюанс здесь. По хвосту вы можете заметить, что Т-образное оперение, ну, как бы, вот такое вот оно. Дело в том, что, ну, как бы, оно ж не жёсткое. У нас стабилизатор вот здесь вот вертикально на верхушке хвоста. И это не лучшее решение в плане жёсткости. И поэтому, ну, вот имеем то, что имеем. Будет вот так болтаться. Как это будет в полёте? Как это скажется на камере? Как это вообще на прочности? Не знаю. Рекомендует товарищ Колик, у которого такой есть самолёт. Он рекомендует всё сразу тут стеклотканью обклеить, заклеить намертво. Ну, я пока прикрутил, так как рекомендует производитель. Просто прикрутил всё и попробуем летануть. Короче, погнали летать в самолёте. Немножко обклеил переднюю кромку скотчем. Вот эти винглеты тоже приклеил на скотч. Вроде как всё. А вот и Коля. У меня тут даже закрылки. Вот так вот красивенько опускаются. И я не знаю, использовать их или нет. Наверное, чуть-чуть вот так поставлю в среднее положение на запуске. Потом надо не забыть их убрать. И вроде всё окей. Хвост, конечно, такой подозрительный. Так, защёлки. Защёлки на месте. Балансировка. Уже, конечно, поздно проверять. Немножко переднее. Это хорошо. Видео будет в таком вот формате озвученного видоса под прекрасные кадры. И спасибо Коля за то, что полетал, поснимал классную картинку. И кадры будут сняты ещё на рангам 2.4К с хвоста. И будет, конечно же, OSD-видео записанное прекрасными очками с кайзом 0.4. Качественная дверка. По самолёту. Отвечу сразу на вопрос, который очень многие задают. Идёт ли в комплекте винт. Даже если это кит-версия со всеми фениксами и всеми вот этим вот с красненьким мостиком, с самолётами, с клубными винтами от Volantex. Обязательно идёт винт уже в комплекте. Идут ещё качалки, всякие вот тяги, вся хрень, короче, для установки серф тоже идёт в комплекте. И мотор-маунт идёт в комплекте для мотора. И вам нужен мотор с длинным валом. То есть это 5-миллиметровый вал для 2000-2400 фениксов и для ASV. И 4-миллиметровый вал для мотора в 1600 или, по-моему, 3-миллиметровых. Ну, короче, уточните. Для 2000-2400 и для ASV точно 5-миллиметровый вал. Мотор нужен очень большой и здесь преимущество, потому что мотор на 850 оборотов на вольт. Не то чтобы очень плохо, если мотор на 1050 оборотов на вольт. Он будет нормально тянуть 4С, но на полном газу вы долго не полетаете, потому что мотор очень сильно перегреется. Он не сгорит, он, скорее всего, подклинит. И пока не остынет, он не расклинит и не начнёт крутиться. Есть такая особенность у этих моторов. Обращайте, как бы, внимание. На четырёх банках можно летать, но, как бы, аккуратно. Регулятор. Наконец-то он, блин, ну, как бы, нормальный. То есть, в принципе, валантексовские регуляторы, как оказалось, они нормальные. Они включают, включаются торможения на них. То есть, вы ждёте, пока не заиграет. То есть, вы делаете полный газ, подключаете питание. Он начинает играть в мелодию. Вот когда включается вторая мелодия, вы газ убираете в ноль и выключаете питание. Всё. Таким образом включается. Либо, ещё раз-то повторить, выключается торможение. Торможение здесь по умолчанию уже было включено. Что здорово. Торможение мощное. Винда останавливается всегда. И регулятор этот, хоть написано 3С, он запросто выдерживает 4С. Такой часто с самолётными регуляторами. Он, вроде как, даже практически не греется. Я погазовал на полном газу. Установится, ну, такой тёпленький. Не страшно. По сервам, конечно же, здесь пластиковые сервы. Они простые. Но тест жизнеспособности серв показывал, что они достаточно хорошо и долго работают в комнатных условиях. Но если у вас были какие-то краши, были какие-то жёсткие посадки, имейте в виду, что там может что-то уже надломиться. И серва может заклинить. Вот буквально мне приятель только что написал, что он на СВ разбил, потому что у него что-то случилось там с управлением. Возможно, с сервой непонятно. Но как бы тоже держите это в голове. Центр тяжести указан на самолёте на крыле. Там есть такие метки. И используйте эти метки. Они там, где надо. Всё очень точно. Если вы по ним отбалансируете самолёт, то как бы будет супер. Единственное, что самолёт пришлось мудрить с колесом, потому что самолёт рассчитан на аккумуляторы буквально там полторы тысячи миллиампер 3С. То есть лёгенький аккумулятор, который будет стоять впереди. И если вы хотите поставить тяжёлый большой аккумулятор, а это можно запросто сделать, потому что здесь огромное крыло, и оно подымает просто огромный вес. 2 килограмма у меня взлётный вес. 1950 грамм. Что-то такое. И абсолютно легко. То есть самолёт летит элементарно. Очень круто. Суперски планирует. Вообще не парьтесь. Это нормальный вес для такой машины. По управлению. Я очень много слышал нареканий на управление АСВ, что как бы есть проблемы, что он там штопорит, что он сваливается, что там какая-то вот что-то вот не так с управлением, что он такой опасный, нужно быть супер каким-то пилотом. Ну, нужно быть супер пилотом. Если это ваш самый первый самолёт, то будет довольно жалко его расколошматить. Он, не думая, что супер крепкий. То есть рюляж довольно крепкий, но вот хвост там развалится, крыло такое длинное с таким удлинением, при краше там с ним может что-то произойти, просто потому что рычаг большой, при ударе как бы может как-то там что-нибудь согнуть. Каких-то неизъянов в управлении вообще нет. Я его пробовал сваливать. То есть я его тяну штурвал на себя, он вот так задирает носик, набирает, 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 просто опускает нос, разгоняется, может чуть-чуть наклоняется в какую-то сторону. Никаких проблем. Пиды автотюном я подстроил, и как бы все-все просто летает или летает. Интересно, что очень хорошо планируют. Прям вообще как мечта. INAV 4.0, конечно же, я уже использую. Релиз-кандидат, но уже вот-вот скоро там выйдет стабильная версия. Ну как бы RC-02 здесь у меня стоит, и проблем с ним нету. Пока все вроде как работает. Также по управлению скажу, что это не пилотажный самолет. Если вы планируете крутить пилотаж, бочки, петли, инверты, вот это все, то берите 1600-й Fenix, и может быть 2000-й, но лучше еще 1600-й. А еще лучше берите E-Chain Razor. Вот он просто охренеть, пилотажная машина. Это все-таки такой, это слоупер, то есть это летать, ну у него очень маленькие рули, элероны очень маленькие, и нету такой остроты и скорости в управлении, но здесь-то и не нужно. То есть да, я делал бочки, делал петлю, как бы все здорово, все можно, но это очень медленно делается, и как бы, ну, это не его стихия, то есть он именно попланировать, попарить термики, там просто поставить рекордные планирования откуда-то, вот это все про этот самолет. По хвосту, да, хвост надо дорабатывать, он слабенький, он болтается, и нигде еще никак не усиливал, уже неделя прошла с момента полетов, и, ну, какие-то карбонинги, я тут что-то вклею, не хочу стеклотканью, там как вот советовали, там как-то сильно прям укреплять, болтается, даже в таком никак не закрепленном положении не сказывается это на тряске камеры, ну, незначительно сказывается, то есть не смертельно, поэтому я немножко усилю, но не буду с этим как бы перегибать, хочется еще, чтобы осталась конструкция разборной, но скорее всего, она уже не останется разборной, вот эту Т-образную часть, хотелось бы иметь возможность разобрать, но, наверное, ничего не получится. Да, кстати, по поводу доставки, очень дорого стоит доставка, потому что огромнейшая коробка, то есть она еле влезла в мою машину, и даже если у вас маляло-литражка, то это, наверное, надо как-то складывать сиденье там или куда-то в салон ее уложить, это точно самолет не для того, чтобы таскать его с собой, ну, там, к рюкзаку его не привяжешь, вам точно нужна машина, либо надо где-то недалеко, чтобы от вас было поле, чтобы можно было его как-то донести туда, можно там на мотоцикле его как-то перевозить, кстати, ну, вот на велике, там, на рюкзачке его так не прицепишь, как 1600, я с 1600 ездил, привязывал в крепление для лыж в рюкзаке, и как бы вообще никаких проблем можно было ехать, а вот эта уже штука очень большая, размер он дает, как бы, прикольное чувство во время полета, то есть это величественнейшая машина, вот в небе оно чувствуется, что это большая и хорошо летающая штуковина, это сразу, понимаешь, начинаешь поворачивать, рулишь, он все как большой самолет, то есть эти крены плавные, там, замечу, что у меня не идеальная аэродинамика, у меня торчит антенна, у меня сверху на хвосте прилепленная камера, хоть она и как бы и плоская, но все равно у меня передатчик, хрен знает как торчит, и я вот пробую тут антенны с направлением вниз, и вроде как, это хорошая тема, и я поставлю, наверное, передатчик с вентилятором внутри фюзеляжа, и просто вынесу вниз антенну, так, в принципе, можно сделать, и будет поаэродинамичней, хотя, но, хорошо тут все с аэродинамикой, можно летать, вот я летал, и цеплял, видимо, волновой поток, или как бы динамический поток от рельефа острова, там, возвышенности, это может или волна, или может динамик, хрен знает, скорее всего, это, наверное, уже волна, что небольшой подъем был, и я мог очень подолгу, без мотора, планировать, и так, или не снижаясь, или потихоньку набираясь, снижаясь, вот сейчас, в этих ужасных условиях, это никакие уже не термики, это просто ветер, много этому самолету не надо, что планировать, он, я так понимаю, планирует, где-то теряя, с таким весом, 0,2 метра в секунду, ну, к примеру, Arwing Pro теряет, полтора метра в секунду, ну, он, правда, летит при этом намного быстрее, но, не знаю, на Натал, он теряет, два с половиной метра в секунду, он просто, как камень падает, и, и то, как бы, на нем можно планировать, и куда-то там спланировать, да, долететь, ну, на Натал он еще и очень медленно при этом летит, поэтому у него качество не очень, а эта штука планирует где-то, ну, воздушная скорость, наверное, у него с таким весом около 35 километров в час, 40, 45 может быть даже, и теряя по 0,3 метра в секунду, получается, можно пролететь очень много, я думаю, с километра, наверное, километров на 15-20 можно точно слетать, Fenix 2400 выпланировал, тогда мы с Колей как-то слетали, я на дрифте, а он на Fenix, и у меня на дрифте вышло минут 40 где-то полета с километра, а у него почти час вышел полета с километра, без термиков и без мотора, то есть это чисто планирование с высоты в километр, а вот эта вот штука ASV еще эффективнее, и причем он набирает высоту намного быстрее, чем Fenix, Fenix набирает где-то, ну, 2400, набирает по 2,5 метров в секунду, где-то так, может, до 3, этот набирает 4,5, и даже иногда 5 метров в секунду, что существенно выше, и на нем очень быстренько ты раз-раз-раз нагреб, там поднялся до 200 метров, и все, и ты минут там 10-15 можешь оттуда планировать, это очень круто, вот там для каких-то супер долгих полетов, для экономичных полетов, для полетов, возможно, на какие-то рекордные расстояния, это хорошая тема, но вам нужно ручное управление, потому что по автопилоту запустить эту штуку будет не очень эффективно, вам нужно все время там понимать, где планировать, где там можно долететь без мотора, ну, чтобы увеличить дальность, вот как-то так, но в любом случае впечатление самолет оставляет самое положительное, это просто, блин, счастье какое-то, ребята, однозначно рекомендую, и если вы выбираете между, вот, кстати, сложный вопрос, попасть Fenix 2400 или этот ASV, Fenix более готовый уже под установку большого аккумулятора, под 9000, то есть сборка у меня здесь 4S3P, 18650 Sony 5C6, и вот с этой сборкой Fenix, ну, я как бы сравниваю, да, потому что вот у Коли такой Fenix, а у меня этот ASV, и, ну, все-таки, наверное, Fenix хорош в том, что он больше для начинающих, потому что он медленнее, он еще медленнее на посадке, хотя вот эта штука при заходе на посадку против ветра и с закрылками, закрылки здесь абсолютно рабочие, и я, ну, точно рекомендую их, как бы, использовать, потому что крыло здесь узкое, и подъемной силы не супер много, если вам нужно затормозить, или вам нужно на пикировании, там, снизить скорость, то закрылки, как бы, тут сильно помогают, и они у меня на два положения, выведены, выведены просто как радиоканал, не как флэпс, потому что, если вы включаете функционал флэпс, вайнаф, то у вас только одно положение, если вы как радиоканал, то вы на тумблер обычно как радиоканал вешаете, как просто, как сервы, оттримировали это все вайнаф, чтобы у вас нужные скорости были, и нужные положения, то есть он плавненько у меня опускается, и все, диф настрой, кстати, и вместе с сервами я оставлю в описании, чтобы вы примерно понимали, как настраивается радиоканал, да, как настраиваться в закрылке, но используйте это с умом, понимая, что вы делаете, точно так же, как и ПИДы, вы просто можете загрузить, посмотреть, ну, как бы, что-то взять оттуда. Повторюсь, айнаф 4.0 здесь, и по айнафу будет скоро видос, ну, как бы, немножко еще полетаю, по тесту, и расскажу вам, айнаф 4, как бы, уже прикольная штука, и скоро, возможно, даже появится автотюн вайнаве для квадриков, так что, не пропустите. Ну что, чуваки, он летает, и летает он просто как мечта. Много слышал мнений о том, что он плохо управляется, сваливается, что-то вот как-то он там штопорит, но, по крайней мере, пока я ничего такого не заметил. Я пролетал, конечно, немного, минут 20 где-то всего летал, потому что очень холодно. Он может летать невероятно экономично, невероятно. Это прибыль в том, что вы можете очень эффективно планировать. И такой огромный тяжелый аккумулятор сейчас позволил хорошо полетать, попланировать именно за счет его веса, за счет того, что, ну, энергия планера, его двигатель, это вес. Оригинальный шляхер, конечно же, идет без мотора, этот идет у нас с мотором, и тот, АСВ-28 буксируемый, а этот, как бы, самовзлетный вариант. И все здесь хорошо. Даже тормоза в родном, валантексовском регуле были включены, и регуль, кстати, настраивается, ну, по крайней мере, тормоза можно включить и выключить, очень просто. Вы дождаетесь второго сигнала, когда он пищит, и просто отключаю, убираете газ, и все, как бы, вот, второй тон, вы просто убираете газ, и тормоза включаются. Очень, как бы, просто. Регулятор оказался достаточно качественным, никаких помех нету на видео. Все прям, блин, круто! Надо брать. Если у кого-то были сомнения 2400, Fenix, или АСВ, то ваши сомнения останутся. Я не смогу точно сказать, точно ответить на этот вопрос. 2400 все-таки более удобный по организации пространства внутри. Там он сразу как бы подходит под установку аккумулятора большого. Здесь же надо убирать колесо, надо вот что-то такое думать, и здесь хвост Т-образный, красивый, но он болтается, и камера трясется, если там ставить. курсовая пофиг, а вот пишущая, ну, такое. Можно, конечно же, ставить сюда GoPro, я полетаю еще когда-нибудь, когда будет, блин, сейчас взлетит, когда будет получше погодка, можно прям на крыло прилепить GoPro, похерить аэродинамику, но все равно полетать. И закрылки, это, наверное, чуть ли не первый самолет, в котором закрылки что-то делают, ну, то есть, не сильно мешают полету, и позволяют, вот вы видели, можно сесть просто вертикально, да, еще, конечно, встречный ветер, но вы сильно можете снижать скорость на пикирование с помощью закрылок. Два положения у меня, закрылки я через RC-канал, не через функцию flaps, война, потому что там всего лишь одно положение, и получается, не одно положение, как бы взлетное для взлета, они чуть-чуть отклоняются, и второе положение, это уже посадочное, когда они отклоняются на достаточно большой угол. На этом все, лайк, подписка, колокольчик, наконец-то мы полетали на суперкрутом планере, муах, просто люблю его, фух, всех обнимаю, всем пока.